Вот, теперь по поводу Воронежа и грязной бомбы, то что они сейчас катаются, катают по всем каналам, там Шойгу обзванивает этих всех министров, 4 министра, ну я же говорил и говорю, что обязательно должны пострадать какие-то большие русские города, которые их же правительство должно взорвать каким-то страшным образом. Вот Путин как пришел на взрывах к власти, так и на взрывах и уйдет. Все закончится как бы в России террористическими методами. Соответственно, вопрос заключается, где они взорвут, что они взорвут, когда они взорвут. Новая идея, которую они сейчас вот запускают, это то, что Украина будет взрывать там какую-то грязную бомбу. Ну, даже самый последний идиот понимает, что Украина никакой грязной бомбы взрывать не будет. Президент сегодня выступил с хорошим и очень быстрым традиционно спичем, реакцией на это все. Вот. И там, в принципе, по полочкам все разложил. На Западе все прекрасно понимают, что самой большой и самой вонючей грязной бомбой сегодня на планете является Россия. Поэтому, на что русские надеются? Ну, традиционно надеются на то, что как бы вот эти угрозы, они возьмут вверх и правительства западные начнут под воздействием экономических факторов, начнут разваливаться, начнут давать заднюю. Вот на то, что они как бы делают ставку. Но характерно, что сегодня же один из еврокомиссаров, я не помню, там по энергетике, по-моему, да, заявил о том, что, да, европейский комиссар с вопросов внутреннего рынка Теерри Бреттон заявил, что Европейскому Союзу удалось досягти энергетической незалежности от России. Сегодня мы полностью отстранены от российского газа, никто не думал, что мы сможем сделать это, потому что зависит от России. Мы зависит от 40%, а теперь лишь на 7%. Ну, короче говоря, россияне сами делают как бы все для того, чтобы оказаться парой и, соответственно, ну, и, соответственно, оказаться в позиции КНДР большой в Евразии. Ну, вот они просто роют себе могилу этими заявлениями там постоянными. Взорвут они там что-то, не взорвут, взорвут Каховскую ГЭС, им же хуже будет. Да, пострадают наши территории, там понятно, что будут проблемы, и это ужасно, но мы уже просто живем в ужасе. То есть этот ужас без конца, он рано или поздно должен закончиться. Поэтому, ну, мы все должны понимать, что у нас такие ебнутые соседи, которые могут применить все, что угодно. Поэтому нам остается сопротивляться, строить инфраструктуру, ремонтировать инфраструктуру, производить оружие, договариваться с соседями, договариваться с союзниками, убеждать их в том, что ебнутым нет места на планете.